У тебя есть подобная аура. Аура студента колледжа, понимаешь? Второй лидер в области веб-фантастики. Невинный? Невинная аура. Когда мы повзрослели и потеряли детский жирок. Думаю, наши черты лица начинают выглядеть более точенными. У меня наконец-то появилась линия подбородка. Сын Мин, давай начнем! Итак, Сын Мин, о чем мы должны сегодня поговорить? Маргарин! Маргарин! Три года назад! Разве сейчас у нас нет другого названия нашего лайна? Что там было? Дэн Касс. А, Дэн Касс, верно. Стэй очень интересно. И нравится смотреть на нас двоих вместе. Почему это? Мы такие очаровательные? У нас совершенно противоположные стили пения. Им это очень нравится. Хан и Сын Мин? Они вообще знают друг друга? Они просто всегда носят с собой американцы со льдом. Верно, да. Правда, я думаю, это те двое людей в Стрейкидс, которые всегда ищут американцы со льдом. Даже когда они не едят, им нужно выпить американцы со льдом. Он купил мне новую кофемашину. Мы собирались переезжать, поэтому я постоянно говорил о том, что хочу кофемашину. И он купил мне одну. Та, которой я раньше пользовался, была, как бы мне выразиться. Ты просто наливаешь сюда воду, и это удобно. Бам-бам, и все готово. Там просто есть рычажок. Она не автоматическая. Ты должен был пользоваться переключателями. У нее не было экрана. И ты должен был работать вручную. Но после того, как я внезапно получил более новую версию, мне пришлось нажимать на сенсорный экран, и мне стало так сложно ей пользоваться. Я должен был купить тебе другую. Но благодаря тому, что она у меня есть, мой дом выглядит изысканно. Но ты ей не пользуешься. Нам стоит поменяться? Я имею в виду, что могу тебе дать свою. Но ты же не будешь ей пользоваться. Буду, если это аналог. Знаете, даже если у него дома есть идеальная работающая машина, он берет тебе кофе через доставку за бешеные деньги. В последнее время плата за доставку такая высокая. Я не знаю, как пользоваться ею. Я думаю, мы вдвоем в последнее время пили больше всего кофе. В прошлый раз в салоне ты купил мне литр американо. О, точно. Ты весь его выпил? Что? Я пью его весь день, так что все, допиваю. Я не могу. Я пью, отставляю в сторону, делаю перерыв и пью снова, когда захочу еще. Я впервые пил его в одиночку. Один литр? Я хотела дать его, но у всех был свой собственный кофе. Поэтому я просто пил его сам. И я не видела этому конца, поэтому потерял желание допивать его. Но когда пьешь американо, лучше брать поменьше. Таким образом, вкус будет лучше, и ты захочешь выпить еще. Ты всегда заказывал литр, поэтому мне было интересно, выпивал ли ты его полностью. Я не всегда полностью выпиваю. Недавний разговор, который у нас произошел. О, наш порядок записи. А, тот раз. Мы однажды поссорились. Но это произошло давно. Это было 26 декабря прошлого года. Мы поссорились на Рождество. А, на следующий день после, в тот день, когда мы ездили на заграничное мероприятие, то репетировали наши старые песни. Верно. Мы впервые за долгое время репетировали наши старые песни. И поскольку ты не особо хорошо запоминаешь хореографию, А, да, это была не твоя вина, и мы дразнили тебя ради веселья, но все вышло как-то так. Мы все дразнили тебя, но в конце я задел тебя за живое. Так что в тот день, я был не единственным, кто продолжал забывать хореографию. Все забывали некоторые части, но все продолжали придираться ко мне. Поэтому сначала я смеялся вместе с остальными, но вспоминая об этом во время перерыва, я подумал, Почему они критикуют лишь меня? Нет, это была не критика, они просто дразнят меня. Когда мы продолжили практику, я сказал, ты должен практиковаться сам, и когда ты услышал это, я такой, ааааа, я был в ярости, типа, аааа, и ушел. Поэтому я замер примерно секунд на 10. Через 10 секунд после того, как я выбежал, он подошел ко мне и сказал, Эй, прости, прости, я подумал, я сказал что-то не то, и оказалось, что ему нужно было многое сказать, но он думал, что я злился из-за него. В тот день после практики мы все шли домой, поев по отдельности. И я получил сообщение от Хана. Я посмотрел на это как-то так, этот парень, и, конечно же, он извинился, он сказал, что искренне извиняется, аааа, теперь он знает, как просить прощения. Я был очень благодарен за это. Но если у них есть что-то подобное в последнее время, они сразу говорят об этом друг другу. Да, Хан извиняется первым, и Сен Мин тоже извиняется. Они оба хорошо умеют извиняться, поэтому спокойно мирятся. Хан и Сен Мин оба прекрасно осознают, что они сделали не так, и хорошо все исправляют. Поэтому после того, как у них был тот единственный раз, не думаю, что это еще когда-нибудь происходило, они ссорились в тот легендарный случай с кошельком. В принципе, произошло то, что Хан с Сен Мином поссорились, поэтому Хан кинул свой кошелек в Сен Мина. Но сколько лет назад это произошло? Три-четыре года или пять лет назад? Тогда это был серьезный инцидент. Среди нулевого лайна это был по-настоящему серьезный случай. Это был неспокойный период для нулевого лайна. Для нас четверых это был хаос. И тогда гордость была очень важна. Такая штука между друзьями. Верно. После того, как один раз поругались, они больше не ссорились. Я думаю, что пререкался с тобой больше, чем с остальными участниками. Мы прибирались. Кошелек. Каждый раз, когда я об этом думаю, не упоминай об этом снова. Это все еще вызывает у меня смену. Я совсем об этом забыла. Это не то, чтобы плохое воспоминание. Ой, это не так. Мне просто интересно, почему мы тогда так себя вели. Я имею в виду, мне жаль. Я думаю, что они полные противоположности. Сын Мин должен составить план и выполнить его. Но что касается Хана, если он хочет полежать, он ложится. Если он хочет есть, ест. Хан просто любит смотреть аниме, пока он пьет кофе и ест торт. Да, он любит это больше всего. И ему нравится лежать сразу после еды. Они идут совершенно разными путями. Да. Их пути вообще не пересекаются. Они идут единым путем, как стройкидс. Но с точки зрения личного времени у них нет никаких совпадений. Подобно девятой или восьмой линиям метро. Думаю, я прямо посередине, между Сын Мином и Ханом. Что-то вроде второй линии метро, да-да. Двигаясь по кругу, словно у меня есть промежуточные станции. Если честно, у нас с тобой такие разные привычки и предпочтения. Да. Но есть кое-что, что по-настоящему заставляет нас ладить. Да. Мы знаем, как понять сильные стороны друг друга. Я думаю, мы очень похожи, когда дело касается понимания ситуации. У нас есть что-то такое. Скажем, что-то произошло во время нашего промо. Есть кое-что, что чувствуем только мы вдвоем. Бывают моменты, когда мы встречаемся взглядами. Понимаешь, это сложно объяснить словами. Верно, верно. Скажем, что-то происходит, и я вот так лежу на диване. А ты лежишь вон там. Есть такая штука. Нам не нужно произносить это вслух. Но мы лучше всех читаем атмосферу в комнате. Мы довольно проницательны. Раньше я не был таким. Но стал лучше, наблюдая за тобой. Ты просто быстрый. Да. Если ты кролик, то я напоминаю черепаху. Мне нужно очень много времени, чтобы что-то сделать. Мне нужно идти шаг за шагом. Ну, поразительно, насколько ты быстрый. Ты очень быстро адаптируешься к ситуации. И хорошо преодолеваешь трудности. Но мне нужно не торопиться. Но что касается тебя, насколько бы ты ни был быстрым, как только какая-то ситуация выбивает тебя из колеи, ты изо всех сил пытаешься вернуться туда, где был. Да, да. Но поскольку я медленный, я знаю, как огибать препятствия. Например, так как Хан очень хорошо берет высокие ноты, я думаю, Сын Мин чувствовал, что он может по-настоящему положиться на него в этом отношении. И они оба очень гордятся вокальными навыками друг друга. Они постоянно делают друг другу комплименты. И когда Сын Мин записывается, Хан говорит, ты такой молодец, кто сразил на повал. Ты выглядишь очень мягким. Но у тебя очень сильный характер. И я завидую тебе за это. Я хочу быть таким же. И твоя решительность, тогда, когда мы только дебютировали. Хотя сейчас мы к этому уже привыкли. Поскольку для нас все было впервые, было сложно справляться со всей работой, которую мы должны были делать. Мы все были вымотаны совершенно без сил. И даже в то время ты постоянно ходил на уроки, репетиции и планировал занятия. И тот факт, что ты все еще делаешь это, конечно, твои навыки уже показывают это. Но судя по всем твоим усилиям, я думаю, на тебя стоит равняться. Ты такой крутой. Несмотря на нашу дружбу, ты тот, у кого я хочу учиться. Эй. Да. Что я должен сказать на это? Ты должен сказать что-то более крутое. Я думаю, что говорил это ранее. Я был очень тебе благодарен. До этого я говорил, что был черепахой. В процессе постепенного продвижения и совершенствования моих навыков я многому у тебя научился, потому что ты был там как мембер. Я думаю, что смог почувствовать себя одновременно и слегка взволнованным, и расслабленным. Я сильно на тебя полагался. И поскольку ты был рядом со мной, думаю, я смог обрести веру. И усерднее работать со своей стороны. Понимаешь, что я имею в виду? Сын Мин – настоящий домосед. По-моему, в последнее время Хан иногда выбирался на улицу. Когда Сын Мин дома, все, что он делает, это спит. Он спит и встает после обеда. Смотрит телевизор в пижаме. И делает кофе. Вот с такой челкой. Да, она всегда такая. В очках. У них есть что-то общее. Дорамы. Недавно я узнал, что они смотрели одну и ту же Дораму. Поэтому я подумал, вау, у них есть общее увлечение. Это было как-то удивительно. Значит, Дун Дун, из тех, кто говорит, о, мама, нет дома, у Хан Доли такой же глупый характер, как у меня. И он говорит, Дун Дун, давай поиграем в футбол, давай сделаем это. Да, если ты или Хан Доль разволнуетесь, ты не можешь этого сделать. Вот что делает Дун Дун. Значит, я Дун Дун. Многие люди говорят, что Дун Дун это сын Мина, Хан Доль Джисон. И когда я увидел их, они оказались действительно похожи. Они похожи на нас. Они были милыми. Это очень мило. Больше всего на свете меня забавляет то, что наши фанаты нашли этих двоих и сравнили их с нами. Они оба знают, как заставить людей смеяться. И с точки зрения друга, они оба очень веселые, но в разные дни. Сын Мин знает правильное время. А Хан просто рожден быть забавным. Хан очень остроумный. Но разница в том, что Сын Мин заставляет людей смеяться, потому что ему это нравится. А что касается Хана, я вижу какую-то пустоту после того, как он смешит людей. Насколько я могу судить. Он хочет, чтобы вам было хорошо. Да, у него есть такое желание. Для него это важнее. Когда они не сдерживаются, они такие забавные. И по-настоящему смешные и все такое. Но они также могут быть очень серьезными. Поэтому мне нравится обращаться к ним со своими проблемами. Для меня они именно такие. Хану нравится чувство юмора Сын Мина. И Сын Мин иногда любит делать так. Ему правда это нравится. Сын Мин очень милый. Действительно, неловко слышать подобное от кого-то того же возраста. Честно говоря, я часто говорю о том, что ты милый. Я также часто говорил это перед мемберами. Случай Айена больше кажется, что у него в целом милая аура. Но что касается тебя, это рассеянность, которую ты излучаешь, когда говоришь или играешься. Это так мило и забавно, поэтому я часто это говорю, что ты милый и забавный. Я думаю, у меня несколько винтов ослабло. Ты должен закрутить их обратно. Я думаю, проще жить, когда у тебя не все винтики на месте. Когда мои друзья Ильхёны шутили надо мной, потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть. Но однажды я вынул несколько винтиков и начал веселиться. Я больше всего наслаждаюсь собой в этот момент и думаю, ты считаешь это милым, как я наслаждаюсь этим моментом. Мне очень нравится. Очень забавно видеть тебя таким. Думал ли я когда-нибудь, что ты милый? Прости, но я так не считаю. Правда? Я не умею врать. Ты больше зрелый и крутой, чем милый. Нет, я хочу быть милашкой. Мне будет сложно так думать. Прости. Я не знаю, как лгать. Ты раздражающий. Ты милый. Просто продолжай, если у тебя ничего нет. Да, я не буду. Если честно, мне немного неловко говорить о подобных вещах с мембером того же возраста. Я тоже стесняюсь. Мне вполне нормально говорить о таком с кем-то старше или младше. Но я не знаю, почему так сложно разговаривать с друзьями того же возраста. Я тоже почувствовала это разговаривать с тобой. Это неловко. Это сводит с ума. Мы с тобой часто разговариваем о музыке, когда мы серьезны, да. Я не знаю. Почему это сводит меня с ума? Он странный. Мне кажется, я менее щедрый с одногодками. Эмоционально? Да, думаю, это так. У них разные образы жизни, что они напоминают масло и воду. По-моему. Но они хорошо гармонируют друг с другом. Например, в еде. Если вы хотите приготовить еду, вам нужна вода и также вам нужно масло. Ты удивил меня. Тогда ты записал обращение для Йонкея, а я записал для Вонпиля. Как думаешь, они видели это? Возможно. Наверное, они подумали, кто эти дети. Точно. И спустя годы после этого, и спустя годы после этого мы сделали каверы на множество песен Day6. Мы сделали кучу каверов. Мы исполнили Congratulation, Zombie. Мы думали о кавере на Right Through Me. Нам нравится песня в таком стиле. Поэтому мы записали много каверов. Но, честно говоря, я хочу сделать больше каверов на песни Day6. Да, это весело. Мне кажется, я также сильно совершенствую, сделая каверы. Мне тоже нравится этот жанр. Когда мы делаем проверку после завершения кавера, разве ты не чувствуешь себя счастливым? Мне это нравится. Мне нравятся эмоции Хана и голос Сэнмина. Поэтому я надеюсь, они вдвоем исполняют множество песен. У меня есть аромат, который мне очень нравится. Молоко с медом. И он напоминает мне этих двоих. В какой-то степени кажется, что они могут плохо подходить друг к другу, но смешиваясь, выходит здорово. Да, это вкусно. Это очень вкусно. И аромат приятный. Поругай нас, Хенов. Да. Я думаю, вы оба должны быть немного... менее ласковыми. Ты сильно меня мотивируешь. И мне кажется, что у меня есть отличный соперник в той же команде. Я твой соперник в рэпе? Да. Я был так удивлен, когда ты зачитал рэп в Гадзменю, после того, как я увидел это на сцене. Я был немного... Я тоже подумал, что был довольно крут. Настоящий хип-хоп, я шучу. Да, ты просто очень надежный. Старшие участники тоже очень надежны, но я думаю, что на тебя можно по-другому положиться. Ты всегда очень дотошный, когда дело касается музыки и всего, что ты делаешь. Я не волнуюсь. И такое облегчение, что ты тут. Давай закончим все фото. Так неловко. Раз, два, три. Поцелуйчик. Раз, два, три. Перевод предоставлен группой Nightmare. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр.